В областной больнице сегодня не протолкнуться. Во Всемирный день здоровья здесь устроили день открытых дверей, чтобы мог прийти каждый, даже тот, кто хотел, но сомневался. Организм, говорят врачи, не прощает равнодушного к себе отношения. О бесплатном обследовании Джунусова Слузат узнала из социальных сетей. Женщина не упустила возможность без направления очередей проверить здоровье в выходной день. «Я подошла, например, к кардиологу, очень даже удобно, очень молодцы, вежливо принимают нас, хорошо осмотрели, внимательно. Очень довольна я, спасибо большое. У нефролога было, он тоже объяснил, диагноз все подсказал, какие лекарства он мне написал. Очень я благодарна, спасибо большое». В Шемкенте бесплатно обследуют семь специалистов – лор, невропатолог, кардиолог, ортопед, уролог, нефролог и ревматолог. Можно пройти УЗИ, сделать электрокардиограмму и рентген. По словам врачей, часто пациенты обращаются с различными патологиями почек. Чем раньше выявить признаки заболевания, тем легче будет его вылечить. «Почки – очень чувствительный орган, на все реагирует. Могут быть боли поясничной области, расстройства при мочеиспускании, боли, жжения могут быть, температура иногда бывает, слабость, давление повысится, отеки могут появиться на ногах, на лице, под глазами. В первую очередь надо сделать УЗИ почек, посмотреть наличие камней, возможно, размеры почек, могут быть почки отечными, могут сморщиться, могут быть врожденные, гипоплазия, агенезия, у некоторых бывает только одна почка. И общий анализ мочи надо, утреннюю мочу надо сдавать, кровь надо, общий анализ крови, биохимические анализы крови. Часто женщины обращаются с хроническими пилонефритами». По словам специалистов, пациенты стали чаще жаловаться и на боли в суставах. Причины, как и возраст, разные – от врожденных аномалий до приобретенных в результате травм и инфекций. «К нам приходят в основном более взрослые люди, которые страдают больше всего остеартрозом. У них суставы со временем, с возрастом теряют свою физическую функциональность, из-за этого хреш истончаются, и они передвигаются с трудом. И кроме этого, у нас очень много больниц с суставами, полиартритами, остеартрозами и другими системными заболеваниями. Поэтому очень большое значение имеет рентгенологическое обследование, УЗИ, МРТ, КТ-обследование. И кроме этого, необходимо сделать очень иммунологические анализы, более современные анализы, которые у нас в больнице имеются». Профилактика – лучший способ оградить себя от болезней. Во Всемирный день здоровья об этом еще раз напоминают медики. Елена Карпенко, Мирасашенов, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.